За 2016 год за совершение коррупционных преступлений были осуждены свыше 13 тысяч человек. Выявлено более 300 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции. Таковы данные по стране. Правонарушения в этой области есть и в нашем городе. Об этом шла речь на совещании с работниками муниципальных организаций города. В качестве главных антикоррупционных мер было отмечено предупреждение таких деяний. Коррупционные действия могут быть очень разнообразными. Поэтому, чтобы обезопасить себя как руководителя, своих работников, свое учреждение, не допустить ошибки, нам нужно прежде всего вам понимать методически, как правильно выстроить эту работу. Начальник юридического отдела администрации Евгения Краснова рассказала о правовых нормах, которые должны соблюдать руководители муниципальных учреждений и предприятий. В ходе встречи руководителям еще раз напомнили о наказаниях за получение дачу незаконных вознаграждений, за посредничество в даче-взятке, о возможных случаях конфликта интересов, когда личная заинтересованность работника вступает в противоречие с законными интересами общества. Говорили и о необходимости соблюдения требований в части предоставления декларации. До 26 апреля сведения о доходах и расходах обязаны подать как муниципальные служащие, работающие в органах местного самоуправления, так и руководители муниципальных учреждений и предприятий. На сегодня актуально исполнение главной обязанности представления и сведения о своих доходах и расходах, о доходах своей супруги-супруга и несовершеннолетних детей. Порядок, сроки и полнота представления этих сведений изложены в соответствующем подстановлении, муниципальном нормативном правовом акте, который расположен на сайте городского округа, город Кумертау. Там вы подчеркнете необходимые сведения об этом. Мне бы хотелось вас предупредить об ответственности за непредоставление сведений либо предоставление их в недостоверном виде предусмотрена дисциплинарная ответственность в виде увольнения. До конца месяца организациям рекомендовано подготовить информацию о работе по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе о Кодексе этики и служебного поведения работников организации, положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и других мерах.